В принципе, удобно, особенно на первом этапе делать и ВКонтакте, и в Фейсбуке, но пока вот технически решили остановиться на зуме, который мы пишем, и, соответственно, потом запись выкладываем в YouTube на наш канал. И пока вот я ВКонтакте, лично на своем канале, чтобы смотреть, как работает, как люди присоединяются, тоже смотрю, потихонечку народ подходит, потихонечку начинают смотреть, количество просмотров увеличивается. Поэтому, друзья, можно сказать, что мы сейчас уверенно начали такую новую фазу работы нашего фонда, мы проанализировали все тренды, все сегодня востребованности, которые есть, и поэтому, на наш взгляд, мы сегодня предложили и работаем в очень таком интересном направлении. Всем, кому интересны инновации, всем, кому интересны именно рынок, даже не рынок, я бы, рынок, слово не люблю применительно именно к этому, а именно сфера инвестиций, инноваций, трендовых технологий. И в конечном итоге все это составные части прикладной футурологии попытаются заглянуть, кому интересно будущее. И это как раз, скажем так, характерно для тех активных людей, которые хотят на это влиять, которые хотят быть активным со-работником, активным со-участником, а не просто, скажем так, пассивным наблюдателем. И пассивным наблюдателем, вот я, друзья, недавно был в одной такой компании, в мероприятии очень интеллектуальном, и там очень такой интересный, на мой взгляд, уважаемый человек, с кем я до этого был шапочно знаком, но никогда лично не общался. И при разговоре человек начал мне очень так, ну, серьезно и говорить о том, что жизнь притормозилась, что за последние 20 лет никаких серьезных событий не произошло, что все как, понимаете, и я смотрел на этого человека и не мог, сначала не мог понять, думаю, он серьезно говорит или он шутит. Потом, когда я понял, что это его позиция, что, так сказать, это, я не мог понять, он в здравом уме или не в здравом уме, потому что говорить о том, что за 20 лет ничего не изменилось, когда сегодня там мой уже, ну, там, 4,5 года, 5 лет, там, сынишка, который включает, выключает интернет, у которого свой мобильный телефон, а про 10-летнего того уже вообще говорить нечего, то есть тот уже мне все настраивает, делает, то есть это 10 лет, и для них это также, естественно, общаться со своей подругой Сири, как, я не знаю, как, ну, наверное, мне в свое время с чем можно сравнить, ну, снять трубку телефона и куда-нибудь позвонить, хотя какое-то время назад и снять трубку телефона, это тоже была фантастика. То есть я к тому, что время меняется настолько стремительно и настолько быстро, что моя ключевая фраза, которой я некоторое время заканчивал все свои вебинары, и это когда я подводил мысль о том, что технологии подошли к тому, что за 20 лет жизнь изменилась радикально, а за ближайшие 10 лет она изменится еще более радикально. И это делают инженеры и технологии. Мы как раз та команда, которая отслеживает эти технологии и организует процесс, когда большое количество людей может поучаствовать в этом процессе. То есть эта логика уже интернет-предпринимательства, это интернет-пространство, это уже то, что сегодня называется многоуровневый краудинвестинг. То есть когда краудинвестинг, ребят, следите за микрофонами, кто входит, выключайте сразу микрофон, чтобы там, потому что зум очень чувствительный, это самое, к тому, что, кто входит. Вот, поэтому на сегодняшний момент, друзья, краудинвестинг и сейчас особенно интернет-краудинвестинг, то есть люди, которые через интернет получают информацию, а мы сегодня все больше и больше людей получают информацию через интернет, поэтому на сегодняшний момент интернет-предпринимательство и интернет-инвестирование, это становится такой же обыденной жизнью, как интернет-мессенджеры, то есть общение. Ребята, микрофоны следите! Микрофоны... Юрис, отключи всем микрофоны, а? Потому что это идет очень фон серьезный от кого-то. Так, вот там Владислав, все, отключил микрофон, да? Отлично. Ага, потому что помехи идут. Вот, поэтому, друзья, то, что мы сегодня делаем и вообще, как бы, подход именно к трендовости, трендовость и прикладная футурология, это две абсолютно связанные между собой вещи, и сегодня цель и задачу, которую мы перед собой поставили и реализуем именно как инвестиционный фонд, который ищет и продвигает инновационные технологии. Мы уже много раз говорили и будем говорить, почему мы выбрали именно инновации, направление инновации, а не, допустим, там, как сегодня, ну, очень модно такое направление, это Форекс, допустим, или игра на голубых фишках, то есть традиционная, скажем, там, спекуляция на росте акций и так далее. Это, друзья, своеобразные и очень сегментированные бизнесы, так же, как, в общем-то, как и инновации и с точки зрения построения трендового инвестирования. И здесь как раз подход, друзья, то, что очень хорошо сегодня сопрягается, и почему это веление времени, именно краудинвестинг и инвестиции в инновации. Потому что всегда инвестиции в инновации, друзья, вы понимаете, это весьма рисковая вещь, потому что если это всем очевидно, если это приносит всем доход, туда идет большое количество людей, никакой большой прибыльности и доходности быть не может. То есть заработать, и большие всплески именно по доходности идут на тот момент, когда идет взрывной рост технологии, когда она переходит из эмбрионного состояния, то есть когда она скрыта, и об этом знают только узкий круг специалистов, и кто это создает, разработчики этим, и кто это финансирует. И вот когда на момент экстремума, то есть перехода из плавного или там такого постепенного развития к взрывнообразному росту, вот на этом моменте, именно в этот момент надо оказаться в нужное время, в нужном месте, в этот момент надо поддержать и инвестировать в эту технологию, и как раз в этот переходный период можно очень серьезно получить доход на свои инвестиции. Потом опять переходит все в постепенный. Просто так вот наша задача именно как инновационного навигатора, инвестиционного поисковика – это подбирать и предлагать те технологии, которые сейчас переживают именно вот этот взрывной рост. В этот момент входить в эти технологии, вместе с вами зарабатывать на эти технологии, и соответственно смотреть, как они дальше развиваются. Это стратегия, это, скажем так, то, что мы занимаемся, это наша логика построения фонда, вот. Это, естественно, требует огромного количества анализа с точки зрения технологий в всевозможных отраслях, потому что только, скажем, такое постоянное отслеживание, постоянное нахождение на пике позволяет вести такого рода деятельность. Это огромное количество работы и с командами, которые это делают, потому что даже одну технологию может продвигать несколько команд, у кого-то это идет хорошо, как вы понимаете, что, как сказал один очень серьезный и уважаемый сильный человек, кадры решают все. То есть можно обладать уникальной технологией, быть уникальным инженером и разработчиком, но не кудышным бизнесменом. Или, скажем так, тот человек, который не может организовать процесс, потому что организатор, бизнесмен, инженер – это три разные ипостаси. И очень редко, друзья, когда это все собирается в одном флаконе или в одной личности. Как обычно, только команда, только когда идет энергия несколько талантливых людей, тогда получается такой серьезный. Когда обычно все завязано на одного или на одну, то это слабое звено. И, как показывает практика, такие проекты, такие технологии, такие компании обречены на неуспех. В этом плане, друзья, наша основная задача, так как мы не разработчики, мы именно инновационный навигатор, мы ищем, благодаря тому опыту работы, который есть, тому опыту интеллектуальной, скажем так, команды, которая сегодня собралась, мы определяем и ищем те направления, которые сегодня интересны, мы определяем и смотрим команды, которые готовы их реализовывать. И именно к таким командам мы подключаемся, именно такие команды мы поддерживаем. И именно такие команды разработки мы рекомендуем уже тем, кто интересуется дальше также по рынку и по просторам интернета, ищут такие роды. И здесь как раз, друзья, сказать, почему это абсолютно естественная вещь для краудинвестинга. Потому что, ну почему, интересные проекты и, скажем так, точки, куда можно вложить и хорошо заработать, ищут, друзья, сегодня все. Это золотая мечта всех крупных банков, инвестировать и получать большой доход. Тем более, что банки сегодня дают там 3, 5, 7 процентов годовых, а если они инвестируют в удачные проекты, получают 100, 150, 200, представляете, я отдал 7, а остальные проекты, поэтому чем больше они размещают таких денег в такие проекты, тем, соответственно, для них жирнее. Но, друзья, чудес в экономике не бывает. Я это говорил, говорю и буду повторять. Это, друзья, аксиома. Чудеса бывают только в технике, только в физике, только в инженерии. Что такое чудо? Вчера не знали электричество, сегодня знаем электричество. Вчера не знали переход, сегодня ПМ-переход существует. Вчера не было квантовой физики, сегодня есть квантовая физика. Вчера не было термодинамики, сегодня есть термодинамики. Вчера не знали закон, вернули, сегодня создали самолет. Это все, друзья, абсолютно связанные с вещью, когда открытие, физические открытия позволяют делать абсолютно новые технологические решения, которые меняют. Вот это чудеса, чудеса бывают в технике с точки зрения, что многие до сих пор не могут понять, как летает многотонная машина, не махая крыльями. То есть, а кроме того, какой-то закон вернули, обтекание неравномерной поверхности, разность давлений, да там, не знаю, там ногу сломит или мозги сломаешься, это как разложить там, допустим, углавой трех член, понимаете. Я представить это не могу, не говоря уже, чтобы разложить. Вот точно так же сегодня понять, как работает, или как сегодня миллиарды передающих устройств, которые мы на микроэлектронике передаем, и другой миллиард их принимает, при этом они не путают друг друга, ведь это же надо объяснить. А то, что это свойство кремния и называется пьезоэффектом, то есть генерация уникальной электромагнитной волны при ударе электрическим током кристалла кремния, об этом, оказывается, никто не думает, что не было бы этого свойства кремния, не было бы, друзья, у нас ни интернета, ни радиотелефонов, вообще бы ничего не было. Вот, поэтому, друзья, увязанные физические процессы, потом социальные процессы потребления и финансы какие-то. Так вот, друзья, в финансах чудес не бывает. В финансах это бухгалтерия, это математика, все считается. И там, где, как некоторые ребята любят говорить, куча иксов, когда что-то у кого-то резко прибыло, значит, друзья, надо тут же поворачиваться и искать тех, у кого этого убыло. И, соответственно, обычно такие системы, когда у всех убыло по чуть-чуть, а у кого-то ограниченного количества прибыло много. Но это, друзья, не бизнес. Можно на этом строить какие-то финансовые схемы, можно на этом строить, но бизнес на этом, тем более инновационный бизнес, на этом строить нельзя. Бизнес, друзья, это всегда создание что-то нового, это всегда новый продукт. Товар, деньги, товар или деньги, товар, деньги, кто как любит, кто как Маркса в свое время трактовал. Но, друзья, если нет дополнительного источника зарабатывания дополнительной стоимости, если нет производства, то все остальное, друзья, это ерунда. Поэтому мы сегодня, как инновационный фонд, мы ищем те технологии, которые прошли стартап, которые имеют уже опытную наработку, которые имеют амбициозную, талантливую команду, которые готовы это продвигать. И именно такие люди нас интересуют, именно к таким проектам мы подсоединяемся. И именно за такие проекты мы начинаем нести соответственность, потому что те проекты, к которым подсоединяются... Так, тут ребята спрашивают, Виктория, зайдите на этот сам групп, там есть ссылка в Zoom. Ну, можете смотреть здесь, то есть те, кто смотрит сегодня, весь вебинар будет ВКонтакте. Вообще идут в Zoom, ссылки мы рассылаем. Так вот, друзья, такие проекты мы выбираем. И на наш взгляд, почему, друзья, именно инновации? Потому что, как я уже сказал, только инновации могут дать взрывной рост, только инновации могут дать действительно доходность выше 100-150% годовых. Потому что все остальное, друзья, это либо спекулятивный рост, что может подходить. Но обычно, если вы занимались инновационной грамотностью, инвестиционной грамотностью, вы знаете, что есть безрисковые инвестиции, это то, что доходность меньше банковской ставки. Есть уже высокая доходность, то, что 2-2,5 раза банковской ставки и можно играть еще на разность привлечения по цене капиталов на разных рынках. Дальше это рынок колебания валют, это Форекс. Дальше это рынок колебания акций, это, соответственно, классический фондовый рынок. Ну а дальше, друзья, это только конъюнктура. То есть это рост от политической стабильности в том или иной недвижимости и так далее, и так далее, и так далее. И следующий уже венчурный рынок – это инвестирование в новое, того, что нет. И, соответственно, это самый рисковый рынок. Почему туда не идут в большом количестве банки, фонды, потому что весьма вероятность большая потерять. И поэтому стратегия всех крупных инвестиционных фондов, банков, что они отделяют какой-то процент своего капитала, обычно это не больше 10%, и раскладывают это в несколько, там, десятки, а может быть и сотни проектов, чтобы компенсировать убытки, если там 99% не сработало, а один проект сработал. Вот. Но это, друзья, логика крупных инвестиционных фондов и банков, которые работают не своими деньгами, но несут ответственность за эти деньги. Вот прошу об этом. Банк, который привлекает под свое имя деньги и потом их инвестирует в проекты, он отвечает перед вкладчиками, поэтому система резервирования, система страхования, система отбора, квалификации и так далее – это все входит. И это все, во-первых, идет за счет доходности проекта, а, во-вторых, это идет за счет уменьшения прибыльности инвесторов. И поэтому здесь всегда, опять же, чудес не бывает. Либо вы инвестируете рисково, но рассчитывая на большую доходность, либо с меньшим риском, но, соответственно, гарантированно уже меньшее доходное. И в этом плане, друзья, логика начала меняться тогда, когда появилось интернет-инвестирование, когда появилось огромное количество людей, которые могут самостоятельно находить проекты в интернете, самостоятельно принимать решения, самостоятельно инвестировать средства и самостоятельно получать доход. Им для этого посредник, а как обычно это самый жадный посредник, банк или инвестиционный фонд, он здесь не нужен. И в этом плане, друзья, то, что мы делаем в Ютеке, мы фонд нового поколения. Мы то, что сегодня является продуктом времени, когда мы говорим, ребята, мы все партнеры. Это называется просумен-бизнес, когда мы все вместе делаем одно дело. И мы сегодня не зарабатываем за счет тех инвесторов, которые входят. Мы выбираем, мы определяем, мы рекомендуем, мы выстраиваем инвестпроводящую систему, но всю прибыль и, соответственно, всю ответственность несет инвестор. В этом плане, друзья, мы с вами такие же соинвесторы и такие же партнеры, как и в любом проекте, когда инвестирует один инвестор. В этом плане инвестор-проводящая система, это уникальная система, которая может собирать, интегрировать огромное количество людей и направлять эту энергию, эти финансы на решение каких-то проблем. Это, друзья, наше время. Раньше этого было невозможно. Не было такого количества информации. И даже, скажем так, пять лет назад, когда начинались некоторые крупные проекты сегодня на венчурном рынке, те финансовые возможности, которые появились сегодня, они были нереальны. То есть сегодня, ну вот еще там четыре года назад вы могли выбрать проект в интернете, но для того, чтобы инвестировать, надо было выйти из интернета, подключиться к банковской системе, где есть SWIFT-перевод, и через SWIFT-перевод или сделать платеж, потом вернуться в интернет. С точки зрения защиты, именно криптоинформации, защита информации, а крипто это защита, то, что сегодня делает криптовалюта и то, что сегодня делает блокчейн-финансирование, то, что идет через... Оно на четыре порядка более защищено, чем банковская технология. И представляете, да, что вы должны найти проект, потом выйти в финансовую систему, которая на порядки менее защищенная, там сделать платеж и потом вернуться обратно в интернет. Не говоря уже о том, что еще эта система, которая сегодня, ну скажем так, уже из прошлого информационного и прошлого века начинает задавать вопросы. А зачем ты туда инвестируешь? А куда ты отправляешь? Начинает выставлять свои требования, потому что она живет тем временем, а не сегодняшним. И сегодня я, как бывший налоговый работник, был такой, скажем так, ну не позорный, но определенный факт в моей жизни, вот, когда я работал в налоговых органах. И сегодня, общаясь с своими коллегами, когда они мне начинают задавать вопрос, а как у нас взаимоотношения сегодня с фискальными мытарями, я говорю, друзья, дело в том, что мы для вас сегодня не существуем. Мы живем в информационном пространстве, которое вы даже не можете понять, не говоря уже оценить. Поэтому, когда вы до этого пойдете, когда вы войдете в этот мир и начнете понимать и выстраивать логику, а не просто по логике найти и отобрать, то мы с вами взаимодействовать не будем. Мы сегодня работаем на интеллектуальные собственности, которые капитализируются. А по вашей логике сегодня, если есть интеллектуальная собственность, значит, ее надо сразу обложить налогом. Более того, если я делаю какие-то с ними операции, вы должны получать с этого процент. А если нет доходности еще сегодня, с чего можно? Но об этом говорить сегодня с мытарями очень тяжело, поэтому просто мы на этот предмет пожимаем плечами и говорим, ребята, нас для вас не существует. У вас какой самый основной документ? Это фиксированная бумага. У нас нет бумаги вообще. В том бизнесе, который сегодня приходит, там не возникает никаких бумаг. А если не возникает никаких бумаг, друзья, тогда, ищите. Поэтому сегодня международное законодательство, оно очень гибкое, сегодня есть офшорное законодательство, которое позволяет работать с интеллектуальной собственностью. Сегодня уже мы взаимодействуем с теми юриспруденциями, которые увязывают уже блокчейн-активы, интеллектуальные активы и реальные активы. Мы сегодня как фонд нового поколения, как фонд именно работающий в новой реальности с инновационными технологиями мы все это общаем. И получается очень, друзья, интересные такие четкие моменты, где не нарушая никакого законодательства, мы работаем абсолютно в легальном поле, в легальном поле, но абсолютно на новых технологиях. Вот. Поэтому все платежи, то есть раньше было препятствие, вот еще там три года назад, мы не могли в определенных странах провести платежи, были ограничения на инвестиции, такие там в Штатах, допустим, в Израиле. Сегодня, друзья, я не знаю ни одной юрисдикции, ни одной страны, в которой бы сегодня, если у инвестора есть желание участвовать в проекте, чтобы у него были такие ограничения. Я такого не знаю, мы всегда имеем сегодня возможность это сделать. Другое дело, что сегодня возникает огромное количество предложений, интернет у многих вызывает уже сегодня ассоциаций с помойкой, что это огромное количество информации, в котором он так и есть, друзья, это информационное поле. И в этом поле, чтобы не заблудиться в этом пространстве, надо иметь навигаторы. Поэтому сегодня поисковики – это самая важная вещь, которая была востребована. И когда я в свое время познакомился абсолютно случайно с одним из создателей соответственно у нас Гугла, вот, абсолютно случайно, и я задал ему вопрос, а чем занимается ваша система? И он мне тогда дал определение интернета, которое я до сих пор помню, но я его тогда не осознал. Хотя, до этого я работал учителем информатики в школе, и поэтому что такое информационные сети, что такое компьютер, персональный компьютер, персональные данные, хранение, передачи, я представление имел в поверхностной, насколько это можно было иметь на начало 90-х годов. Соответственно, когда Сергей мне сказал, что мы создаем информационное поле и систему, когда вы можете обращаться через определенное устройство и получать оттуда информацию, вот для меня информационное поле устройства – это была какая-то фантастика. Это оказался Google, это Сергей Брин, соответственно, это тогда была заложена система, и он знал, что он делал. И, соответственно, вся логика показала, что поисковики, информационные системы, операционные системы – это то, что действительно и Майкрософту, и Гуглу, и Марку Цукенбергу, то есть уже именно построение пространства, оно дало в интернете очень большие преимущества, и в том числе построение финансовых систем, потому что это то, что востребовано, то, что надо. В этом плане, друзья, мы сейчас выступаем инновационным навигатором, который для инвесторов, которые ищут для себя интересные предложения, когда можно инвестировать. И в этом, друзья, вторая часть краудинвестинга, что если вы инвестируете небольшие инвестиции, то есть не миллионы долларов, не сотни тысяч, даже не тысячи, а несколько там долларов, сот долларов, естественно, что вы как инвестор хотите рассчитывать на то, чтобы не инвестировать 10 долларов, а с него через год получить 12, то есть там, грубо говоря, 20% годовых, 25, то это, это, конечно, неплохая с точки зрения 20% годовых, сегодня неплохие доходы с точки зрения инвестиций. Но когда вы инвестируете небольшую сумму, это не так интересно, и в принципе риск не такой большой. Поэтому на этом рынке всегда есть большое количество предложений, и этим пользуются такие там, скажем, не очень добросовестные, не будем опять же называть, потому что мы все на одном поле, и нас любой может кнуть пальцем, и вы такие же. Когда делаются большие предложения, скажешь, инвестируй 10 долларов, через год ты получишь тысячу. Тогда уже человек понимает, что 10 ему не так жалко, он отдает, в принципе получит, тысячу хорошо не получится, ну потерял 10, не так страшно. На этом как раз, друзья, строится вся логика краута именно массового инвестирования, когда предлагают за небольшие инвестиции, небольшие суммы, очень высокие доходности. И в этом плане, друзья, вступает третья часть, это, друзья, анализ. Это, друзья, уже принятие решений. И в этом плане вы должны анализировать, вы должны принимать осознанное решение, и не в том плане, что все побежали, и я побежал. Когда все побежали, друзья, уже считайте, что поезд ушел. А здесь как раз необходимо выбирать. И в этом плане очень важны авторитеты, на которых вы ориентируетесь. Очень важна наука, то есть тренды, на которые вы смотрите. И это, друзья, опять же, куда ни крути, а ваша ответственность, ваша интуиция и ваш интеллект по принятию решений. Можно, как казино наобум, поставил на несколько кучу технологий, но, как показывает практика, даже в казино, когда вы играете и ставите на разное, вы играете все равно, есть определенная теория, есть определенный математические расчеты, который всегда идет не в пользу того, кто играет, а в пользу того, кто владеет казино. Это, друзья, закон, закон математики. И казино всегда доходное, оно не может проиграть, потому что кто-то приходит и очень много выигрывает. Есть там везучие, которые могут единовременно выиграть, но общая масса все равно проиграет. Друзья, это математика. Точно так же работает лотерея, когда собираются со всех и отдают какую-то часть одному. Это тоже, друзья, выбор, то есть, когда ты попадаешь в категорию счастливчиков. Во всех остальных, друзья, это интеллект. Что такое интеллект? Это анализ. И в этом плане, друзья, как раз то, чем мы занимаемся, и сегодня мы уже начинаем говорить об уникальном предложении на рынке инвестиций, что дает наш фонд United Technology Industry. Это как раз выбор инновационных трендовых технологий, которые, на наш взгляд, могут сегодня давать доход. И в этом плане, друзья, мы проранжировали все четко в трех ипостасях, которые еще никто не пытался свести в одно место, в одно предложение. Первое – это краткосрочные инвестиции. То есть, когда вы инвестируете и в пределах нескольких кварталов, двух-трех кварталов, можете получать прибыль. Обычно это делается либо с торговых операций, то есть уже надежно налаженных, либо с работающего бизнеса, когда, понятно, вкладывается и масштабируется. В этом плане, друзья, анализируя тренды и выбирая те технологии, которые сегодня стоят перед взрывным ростом, мы как раз берем на себя ответственность, что масштабируя сегодня технологии, масштабируя производство, мы будем в краткосрочной перспективе, то есть в перспективе двух-трех кварталов давать доходность, которая, ну, на сегодняшний момент мы определили и по проектам, которые мы считаем, это в пределах 30-50 процентов годовых на те инвестиции, которые вы делаете, те пакеты, которые вы приобретаете. И опять же, друзья, наша сегодня четкая позиция, то, что мы будем с вами, наша единственная ответственность перед вами, а ваша контроль за деятельность фонда, это полная открытость. Соответственно, сколько инвестиций, какое оборудование сделано, какой оборот делает это оборудование, соответственно, какая доходность на этом есть. И в этом плане отличающийся от традиционного инвестиционного бизнеса здесь заключается в том, что объектом инвестирования являются те технологии, которые стоят на пороге взрыва. И в этом, друзья, как раз начинается работать, риск начинает работать, венчурность в том плане, что если сегодня эта технология не так распространена, а где гарантия, где шанс, что завтра она пойдет. Вот это, друзья, мы вас начинаем убеждать и говорим. Те технологии, к которым мы подсоединяемся, мы все проанализировали, и мы становимся, друзья, ответственными вместе с той технологией, с той командой, начинаем продвигать. И первая такая технология, первая такая команда, которую привел Игорь Хальзов, мой там хорош, уважаемый друг, партнер, коллега, просто человек, которого я, скажем так, по жизни очень уважаю, он привел технологию, которая называется «Бензоботы». Это уникальная система построения новой сети бензозаправочных роботов, которая может взять на себя сегодня рынок до 10% заправок, потому что это объективная реальность мини-заправок, которые сегодня необходимо расставлять для того, чтобы увязанные через единое приложение они давали новую услугу по именно качественному бензину, потому что эта сеть, в принципе, с точки зрения роботов не может принять некачественную и второе, она всегда гарантирует то, что эти роботы наливают четко то количество бензина, которое есть. Ну и, соответственно, так как это уже просумен бизнес, то это увязка партнерской программы, то есть, когда реализация уже через сеть, когда и на изготовление оборудования устанавливается партнерская программа, и на уже топливо, которое реализуется, точно так же идет и программа кэшбэка, то есть, возврат и участие, привлечение, это сегодня делают все нефтяные компании, все нефтяные сети, которые есть, здесь ничего нового. И второе, партнерская программа, это уже маркетинг, когда привлечение новых участников, соответственно, дает доходность как таковой. И в этом плане, друзья, мы взяли на себя ответственность, и мы рекомендуем, мы делаем и подключили, включили в свою информационную сеть этот проект бензоботов, и сегодня мы уже приступили к изготовлению первых комплектов, и в начале следующего года, в первый месяц-два, максимум три, здесь, друзья, почему я говорю по сроку, потому что это первые проекты, которые идут, мы должны пять комплектов уже запустить. деятельность, а до конца года наш план, именно производственный план с этой командой, это выйти уже на 3-5 бензоботов-роботов в день. Соответственно, каждый робот, это примерно 10 тонн прокачиваемого, реализуемого топлива, соответственно, понимаете, что если 10, если тысяча, то это 10 тысяч тонн в сутки, соответственно, перемножайте на стоимость топлива, на количество кэшбэка, соответственно, это уже очень серьезный бизнес, очень серьезная инвестиционная программа. Тысяча заботов, это порядка 5 миллиардов рублей инвестиций, соответственно, более 100 миллионов долларов, если в долларовом эквиваленте. И в этом плане, друзья, я могу сказать, что мы закладываем партнерскую программу, что это более 2 миллиардов или там 40 миллионов долларов, это то, что на наш взгляд должны заработать партнеры, которые будут с нами по краудинвестинговой системе строить эту краудинвест-проводящую систему. Поэтому это очень привлекательный, серьезный бизнес для тех, кто умеет строить структуры, для тех, кто понимает, что это такое, и, соответственно, для тех, кто понимает, что такое просумен-бизнес. Поэтому то, что мы сейчас создаем, это крайне привлекательная привлекательная вещь. И что самое главное, что Игорь сразу мне сказал, я с ним согласился, что все это строится только на реальном бизнесе. Здесь, друзья, нет никаких бла-бла-бла завлекалов. Нет никаких бла-бла-бла обещаний. Есть конкретное оборудование, конкретное производство, объем прокачиваемого топлива, доходность. Все, друзья, все открыто, все прозрачно. Работает 10 бензоботов, одна программа. Работает тысяча бензоботов, другая, 10 тысяч, третья. Поэтому, друзья, мы поставили задачу за год выйти. Насколько она будет реализаться, зависит все от нас с вами. Это очень амбициозная задача, это очень серьезная задача, но она, на наш взгляд, друзья, выполнимая, и поэтому мы за нее беремся, и поэтому мы ее сегодня делаем. Поэтому программа демзоботов, на наш взгляд, крайне перспективная, крайне эффективная, и сегодня мы уже закладываем, видим, десятки регионов в России, которые готовы к ее восприятию. Сегодня у нас уже на очень низком старте и Киргизия, и Казахстан. Казахстан раньше, Казахстан, Киргизия. Ну, а дальше, друзья, как всегда, весь мир, потому что эта тема востребована везде. Мне оппоненты начинают говорить, что бензоботы, бензин, что это прошлое, электрокары. Друзья, может быть, это и прошлое, но сегодня в мире выпускается 100 миллионов автомобилей, а всего их бегает там полтора-два миллиарда, их никто посчитать до конца не может. Соответственно, с таким количеством автомобилей и с таким количеством бензина, который сегодня реализуют, бизнес, который сегодня строится, как минимум на 3-5 лет, он крайне эффективен. А с той скоростью изменения, которая сегодня меняется, друзья, поверьте, это бесконечно длинный срок. Поэтому мы сегодня ставим задачи, чтобы инвестиции, которые шли в наши проекты и бензобот в частности, они приносили, начиная со второго квартала, доходность. Соответственно, как мы уже говорили, 30-50 процентов мы будем это показывать. Ну, а дальше, друзья, это вторая часть, которая называется среднесрочные инвестиции, то есть это полтора-три года. Вот, соответственно, это в чем работают уже венчурные фонды, которые уже говорят о том, что результат нашей деятельности будет через полтора-три года. То есть ты отдай деньги сегодня, а дальше жди полтора-три года, может быть, будет, а может быть и нет. Это, друзья, риск краткосрочных инвестиций. И в этом плане мы абсолютно точно так же входим на рынок краткосрочных инвестиций. Для этого мы имитируем и запускаем параллельно к инвестиционному пакету пакет токенов, который идет, соответственно, второй частью. То есть это неотъемлемая часть, то есть, когда вы инвестируя средства, получаете в своем личном кабинете количество токенов, которые выпускаются на тот пакет инвестиционный, который вы приобрели. На него, на этот пакет начисляются доходности в годовом исчислении, как я уже сказал. И плюс к этому, зачем мы вводим свою крипто-программу, зачем мы делаем, с кем мы ее делаем, друзья, я вам сейчас пока сказать, не буду говорить, потому что этот процесс активно развивающийся. Вот, поэтому тут предложений у нас очень много. И не то, что предложений, а мы проработки идем и частично мы работаем и с командой призма, вот, тех ребят, которые сегодня запустили этот очень удачный, интересный проект. И если не базовый актив у нас будет на призме, то во всяком случае мы очень будем тесно с ними сотрудничать, мы об этом вам скажем, сегодня YOLA идет, очень интересное предложение, мы прорабатываем с ними вопрос, но пока еще до конца не можем сказать. Но опять же, друзья, чтобы вы понимали, на чем стоит наша крипто-программа и, соответственно, экономика нашего токена. Что токен, он привязан к той производственной программе, которая есть. И, соответственно, его доходность и его привлекательность будет только тогда, когда будет расти количество оборудования, а это не только бензобота, об этом я вам сейчас как раз следующим этапом начну говорить, что количество оборудования, которое мы будем формировать, именно как свой производственный актив, как фонда United Technology Industry. То есть, соответственно, будет у нас 100 бензоботов и оборот, соответственно, там тысяча тонн в сутки, это одна доходность. Будет тысяча бензоботов и 10 тысяч тонн реализации нефтепродуктов в сутки, это другая доходность. Будет 10 тысяч и миллион тонн нефтепродуктов, ну или 100 тысяч тонн, потому что 10 тонн один нефтепродукт, этот нефтепродукт реализует. Соответственно, это другая доходность. Понимаете, да? И в этом плане формируется актив, и в этом плане формируется доходная часть, и в этом плане, так как это все обслуживается уже своим токеном в нашем крипто или мульти кабинете, соответственно, другая доходность. И в этом плане мы сейчас говорим, что мы вводим нашу программу кокомизации для того, чтобы в среднесрочной перспективе использовать это как дополнительный инструмент капитализации и привлечения инвестиций, когда начнет работать производственная программа. Поэтому это для нашей среднесрочной перспективы, то есть в течение года полутора мы будем готовы уже выходить на серьезные биржи, рынки, проводить и СТО, и другие привлечения с точки зрения работы уже с криптоактивом. Поэтому это то, что касается среднесрочной перспективы. Ну и долгосрочная перспектива, это наш стартап, который мы будем финансировать за счет прибыли, которую будем получать с краткосрочных операций. Это следующий этап, когда мы сегодня входим на рынок уже трендовых инвестиций, создаем свой стартап, на наш взгляд, крайне привлекательный, а я бы сказал, самый привлекательный на сегодняшний момент. И плюс к пакету, который вы будете приобретать, мы будем давать сертификаты уже на пользование той продукции, которая будет выходить в долгосрочной перспективе, то есть дальше трех лет, то есть три-пять лет. Таким образом, сегодня, входя в наш фонд и подсоединяясь к нашей программе, вы покупая, инвестируя в, здесь не совсем правильно как бы сейчас это говорить, а входя партнером в фонд и инвестируя в проекты, которые мы рекомендуем. Соответственно, вы получаете первое, инвестиционный пакет, на который начисляется доход в ежегодном исчислении. Там очень интересно, вы это сами будете смотреть, эти вебинары, которые Юрис будет проводить с ручкой и в листком бумаге будете смотреть, какая партнерская программа. Могу просто анонсировать, что она на сегодняшний момент, наверное, самая интересная, самая сбалансированная, самая продуманная из всех проектов, которые сегодня есть на интернет-пространстве, вы это увидите и убедитесь. И, соответственно, это возможность. И третий момент очень важный, это уже производственная программа, когда идет оборот изготовления и установка производства. На этом вы зарабатываете как привлечение инвестиций, как партнеры. И дальше это уже на производстве, то есть на обороте продуктов, которые востребованы сегодня каждый день нефтепродукты, вы получаете уже доходы от той программы, которая идет. Это и программа кэшбэка, то есть, соответственно, с доходной, с оборота финансов, которые есть, и, соответственно, с партнерской программой, которая будет выстраиваться на той системе, которую сегодня создается. Так как это оборот и сеть, которая, вы понимаете, нефтепродуктов построена, она будет работать довольно-таки в длительной перспективе, во всяком случае, это не год и не два и даже не три, соответственно, мы рассчитываем этот, все-таки, этот проект как минимум на 10 лет, то участие в этом проекте и вхождение сейчас это хорошее производственное вложение, на которое вы всегда можете потом и операции, которые всегда будут приносить доход. Это вот то, что сейчас я вам как раз рассказал из стратегии, как она идет, из всех трех этапов, из всех трех уникальных, уникальное предложение, которое заключается в том, что мы объединили сегодня краткосрочные инвестиции с доходностью, краткосрочные инвестиции с перспективой дохода, который сегодня даст уже на ту программу, которую мы сегодня создаем и долгосрочные инвестиции, это уже как раз венчурность и участие в стартапе, который может, но с точки зрения доходности, как вы понимаете, это самое интересное, потому что он может давать просто фантастический взрывной рост и здесь как раз те сертификаты, которые вы сегодня будете получать, как это выглядит, вы приобретаете инвестиционный пакет, соответственно, вы видите, как формируется оборудование, которое является базой, которая создает доходность, вы на него получаете количество токенов, которые, соответственно, начинают жить своей жизнью, вы видите, как они растут. И вы на это получаете еще сертификаты на программу UNED и SMS, которые также будут капитализироваться в следующем. Таким образом, вы участвуете сразу во всех трех ипостасях и вы видите, и как формируется база, которая обеспечивает ваши инвестиции и зарабатывает вам деньги, и вы, соответственно, видите, как развивается и программа активов и, соответственно, стартап, который участвует также. Если вы верите во что-то одно, вы можете инвестировать или входить в одно из этих направлений, это, друзья, выбор абсолютно каждого из вас. При этом, друзья, сегодня, как мы уже говорили, как инновационный навигатор, мы определили для себя ряд технологий, это около десятка технологий. Первую мы вам обозначили, это бензоботы, ее ведет по средам сегодня Игорь Хальзов как представитель команды, которая сегодня делает. Дальше мы будем вам показывать уже производство и разработчикам, как работают, как устанавливаются эти бензоботы. Это, друзья, как раз развитие проекта. Вы тут ее в шубку, там, один остряк, которого я очень люблю. Соответственно, он давно уже троллит меня, там, уже несколько лет, назвал эту программу «Хальзоботы». Ну, может быть, доля правды в этом есть, потому что я ее узнал еще из Игоря Хальзова. И, в принципе, «Хальзобот» — это у нас, в нашем кругу, довольно-таки правильное название. Еще следующий проект, который у нас уже сегодня на подходе, и который мы готовы представить уже и вместе с командой разработчиков, и уже показать перспективы бизнес-плана, потому что то, что я вам сейчас сказал по бензоботам, это до тысячи в ближайший год, и в перспективе 5 лет — это 10 тысяч бензоботов с оборотом, как я уже сказал, 10 тонн на один бензобот, значит, соответственно, от 10 тысяч до 100 тысяч тонн нефтепродуктов в день. Это вот та производственная программа. С точки зрения, друзья, тот, кто сталкивался с рынком нефтепродуктов, как вы понимаете, это создание весьма крупного игрока сегодня на любом региональном рынке или любом рынке нефтепродуктов вообще в целом по стране. Поэтому это амбициозная задача, это сложная задача, но с другой стороны, друзья, тема интересна, тема понятна, и она стоит на продукте, который в ближайшее время будет и решать экологические проблемы, и решать потребности сегодня всех автовладельцев, тех, кто пользуется автомобилями, и, соответственно, давать доходность и развитие. Поэтому, на наш взгляд, это трендовая, экологичная и очень нужная технология. Вторая технология, которая очень увязана с ним, мы все-таки United Technology, то есть объединяющие технологии United Technology Industry. Видите, это у меня всегда написано, здесь я ничего не придумываю, это с самого начала запуска нашего фонда United Technology Industry. Это еще одна технология, это электроимпульсная обработка нефтяных скважин. Сегодня, проблема сегодня в мире миллионы, а в России, в ближайшем зарубежье, это сотни тысяч нефтяных скважин, дебет которых падает из-за того, что идет заиливание и, соответственно, падает дебет нефти. Решается это варварским способом сегодня, либо гидроразрывом, то есть, когда закачивают под давлением воду, рвут пласты и резко увеличивают дебет, но при этом огромное количество нефти разливается по подводным рекам, и второе, после этого большое количество скважин закрывается. И еще более варварский способ, друзья, это химия, то есть, когда закачивают химию, перекрывают пласты и, соответственно, таким образом, то есть, это отравление природы просто страшным способом. Вот, поэтому и тот, и другой способ, авторы, это американская технология, они сегодня доминируют на рынке, и здесь америкосы, конечно, практически задавили всю нефтяную индустрию. И в этом плане сегодня идут такие робкие-робкие шаги. Это наша разработка, которая идет из советского прошлого, она вышла из недороборонки. Соответственно, это робот, электроимпульсный робот, который опускается в скважину, который электроимпульсами начинает управлять заиливанием скважин. Поэтому одна обработка скважины, в принципе, увеличивает на год дебет примерно на 20-100%. Соответственно, все эти разработки существуют, они прошли обработку, они делаются, и сегодня как раз начинается процесс масштабирования, но здесь больше сегодня, сразу могу сказать, сложность не технологического плана, а именно геополитического такого плана, что американская технология гидроразрыва и химии, она доминирует, они продают свое оборудование, они продают свои химикаты, и поэтому они все нефтяные компании, которые в той или иной мере зависят на рынке, мировом рынке, они давят и наслаждают. Поэтому здесь сложный процесс именно вхождения, но мы проанализировав и сегодня, проведя переговоры уже и с руководством нефтяных компаний России, Казахстана и ближнего зарубежья, я сразу могу даже раскрыть некоторые, то есть следующий наш партнер – это Вьетнам. Соответственно, пройдя на то, что основной нефтепродукты, которые будут получаться из этой нефти, они будут заходить на нашу же сеть, и поэтому мы сегодня, как United Technology, именно как United, поставили свою задачу объединить эти две технологии, так как они начинаются параллельно, то есть создание сети бензоботов и создание оборудования для обработки скважин, то мы сейчас увязываем и мы закладываем в договора с нефтяными компаниями сразу такую схему, чтобы мы получали оплату именно той нефтью, дебет которой увеличивается. Условно говоря, я не буду раскрывать детали, что увеличили дебет в каком-то процентном соотношении, поделили эту нефть, неважно сколько она стоит, сколько мы затратили на создание оборудования, мы просто увеличили дебет, мы забрали нефть, получили из них свои нефтепродукты и начинаем это реализовывать через свою сеть нефтезаправок. Поэтому, на наш взгляд, это, друзья, крайне сегодня необходимая задача, потому что то, что сегодня делают с природой и теми технологиями, которые нам насадили американцы, это страшная вещь и в этом плане это просто необходимо менять. Второе, сегодня от доминирования этих технологий надо отказываться, но здесь я сразу вам приоткрою такой вопрос, что основные партнеры, которые у нас будут продвигать эту технологию, это сами американцы, потому что они сами понимают, что они, кстати, эти технологии у себя на территории Штатов не применяют, поэтому они понимают, что сегодня нельзя качать столько химии, потому что она где-то потом вылазит и вылазит очень неприятно, потому что это подводные течения, где потом эти тысячи, сотни тысяч тонн, что они туда химикатов закачивают, потом вылезают. Это очень такие нехорошие вещи. Это раз. И второе, что это все-таки более интеллектуальная дешевая система, которая позволяет более экологично делать. Поэтому сегодня наши основные партнеры – это израильтяне, которые работают в самой же Америке или в американской компании. Поэтому, как говорится, врагами я тут их не назову, но тут, друзья, оппонентов или конкурентов надо заходить изнутри. Поэтому, проведя все эти переговоры, я могу сказать, что сегодня эта технология более реальная, чем была там, допустим, еще 3-5 лет назад. И почему все, кто об этой технологии узнают и когда это, в интернете посмотрят, что 5 лет назад, три года она некоторое время пошла, потом какое-то время присела. И это как раз сегодня основное, почему туда фонды и банки не дают деньги. В этом плане у нас эти вопросы на сегодня прорешены. И это вторая технология, которую мы буквально в ближайшее время будем обозначать. И это то, что будет формировать вторую часть доходности нашего ЮТЭК, то есть нашего обязательства, которое выпускает наш фонд. Соответственно, там доходность намного больше, чем 50% годовых, но мы на себя берем обязательства 30-50. 50% это покрытие партнерской программы. Ну, я грубо говоря, друзья, по цифрам. И остальное это формирование доходной части фонда ЮТЭК, который будет финансироваться в стартап. Друзья, вся отчетность, которую мы делаем, она будет на ваших личных кабинетах. Вы все это будете видеть. Наше единственное сегодня партнерское взаимоотношение с вами – это полная открытость. Это полная демонстрация того, сколько инвестиций приходит, куда эти инвестиции распределяются и какие доходности с них получаются. Это, друзья, как раз, ну вообще это стратегия любого инвестиционного фонда. Для этого и мы в том числе будем проводить ежегодный европейский аудит. Мы будем открывать всю отчетность, потому что по-другому, друзья, инвестиционные, инновационные фонды, они просто работать не могут. Несмотря на то, что они венчурные, несмотря на то, что они работают в криптопространстве, эти законы, друзья, никто не отменял. Ну и здесь, друзья, уже в завершении. Я сейчас через буквально пару минут передам слово Юрису. Он даст свое видение в свое, так сказать. Я специально это оставил под конец, чтобы, ну скажем так, это подать как обыденность, как с тем, что мы уже звучали о том, что мы сегодня еще с одной очень интересной командой, не буду ее называть, вот, но сегодня активно работающей, сделавшим уникальную разработку, которая сегодня шагает по всему миру, которая востребована, которая уникальна с точки зрения физики процесса, уникальна с точки зрения производства, уникальна с точки зрения результата. Вот. И самое главное, что это успешный краудинвестингинг, проект, который запустил, ну, мой, скажем так, человек, которого я другом, я его не могу назвать, потому что мы не так близки, но человек, которому я очень большим уважением отношусь, у человека, к которому я очень много чему научился с точки зрения именно построения краудинвестинговых систем. Вот. Ну и так уже, наверное, много на это сказано, что это успешный, на этом пока, говорим, достаточно. И сегодня этот проект собрал довольно-таки большую сообщество людей, они проинвестировали в технологию, и эта технология активно развивается. Мы сегодня, как юнайтеры, как фонд Unite Technology Industry, подключаемся к этому проекту с точки зрения уже прикладной системы, и мы сегодня их изобретение начинаем делать в своих промышленных уже, скажем так, процессах, которые мы сегодня делаем. Мы сегодня решили создать свой электромобиль, как мы уже говорили, вот, но электромобиль, так как мы юнайтеры, и мы говорили, мы не инженеры, не разработчики, то мы, естественно, взяли готовый сегодня автомобиль, и просто по стечению обстоятельств, ну, в жизни ничего просто так не бывает, получилось так, что автомобиль, который мы выбрали, это наш отечественный автомобиль, российский автомобиль Niva 2121. Я могу сказать, что для меня это было открытие, потому что я уже несколько месяцев специально сел и езжу на этом автомобиле. Я могу сказать, что я просто не ожидал, что наш автопром может сделать такую уникальную машину. Это немножко, друзья, переход в другую эпостасию, как отвлечение. Но здесь показывает статистика, и как вы знаете, что во всем венчурном бизнесе, друзья, во всей футурологии самое главное мерило – это время. Время все расставляет на свои места. Время показывает, кто бла-бла-бла сборщик, кто бла-бла-бла обещал, а кто успешный бизнесмен, а кто гениальный инженер. Это все, друзья, расставляет на свои места время. Только время. Время – это единственное мерило. И в этом плане, друзья, Niva, она выпускается, Niva 2121 выпускается 40 лет. Выпущено почти 2 миллиона автомобилей, 600 тысяч ушло на экспорт, фанаты по всему миру. И здесь, друзья, с точки зрения анализа я могу сказать, что эта уникальная машина оказалась с точки зрения самой схемы компоновки. Размеры, высота посадки, полный привод, простота подвесной системы, которая сегодня сделала эту машину, это как автомат калашников. Она очень простая и очень функциональная. И в этом плане у нас, как и у Юнайтеров, возникла идея. И, опять же, нам ее подсказала та сторона команды. А что, если мы сегодня вместо двигателя внутреннего сгорания, распредки и коробки, которые сегодня являются самым слабым звеном этой машины, поставим просто два электродвигателя. Уникальных электродвигателя. И что мы из этого получим? И тут, друзья, я вам уже приоткрою чуть-чуть секрет, что мы просто провели эти эксперименты. Это мы делаем, я же не зря уже три месяца на ней езжу. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что получился уникальный, эти эксперименты еще не закончены. Я вам не покажу завтра эту машину. Это примерно первый, второй месяц следующего года, когда мы готовы будем показать, почему я сейчас это приоткрываю. Получилась уникальная машина, друзья. Это электрокар. Причем, если она скомпонована уже с новыми двигателями, с новыми аккумуляторами, тоже уникальные. И это не литиево-ионовые аккумуляторы Илона Маска есть сегодня, более интересные, дешевые и качественные аккумуляторы на этом рынке. А плюс еще информационная система, которая на андроиде туда заключает, то получился, друзья, уникальный и очень дешевый автомобиль. И в этом плане мы решили пойти еще дальше. Мы запускаем еще одну программу. Вот это, друзья, уникальная вещь, о которой никто еще не слышал. Я сейчас это вам озвучиваю первый раз. Мы сегодня, проанализировав с точки зрения тренда, понимаем, что сегодня каршеринг, во-первых, такси, который есть. Каршеринг – это сегодня очень перспективно развивающийся бизнес. Ну, хотя бы потому, что количество каршеринговых машин в России, в мире, как идет, этот рынок просто будет сейчас расти взрывным образом. Он очень удобен, очень нужен. И это действительно сегодня веление времени. Но мы пошли по другому пути. Если мы сегодня готовы к модернизации взять «Нивы», а это очень недорогая операция, мы сегодня с «Автовазом» просто берем комплекты уже готовых машин, где есть корпус, подвеска, соответственно, вся тормозная и электронная система, то есть сертифицированная, то ее модернизация занимает, друзья, очень небольших усилий. А наложение туда информационной системы делает автомобиль нового поколения. Так вот, друзья, эти нового поколения, мы сейчас, как Илья Шевшим на своем вебинаре про бензоботы, когда задали вопрос, а сколько стоит бензобот, он говорит, ребята, он для вас вообще нисколько не стоит. Нет понятия цены бензобота. Есть сколько бензина он прокачивает и какую прибыль он дает. Все. В этом плане все понятно. Точно так же сегодня вопрос, а сколько будет стоить ваша электронива? Я говорю, друзья, нисколько она не будет стоить. Она будет стоить ноль. Мы ее сразу запускаем в электрокаршене. Что такое электрокаршене? Почему это сегодня интересно? Сегодня по всему законодательству России зарядка электромобиля ноль затрат. Соответственно, исходя из того, что Нива – это очень надежная машина, особенно для Сибири, там, где снег, там, где песок, там, где бездорожье, там, где, так сказать, так вот, друзья, мы сегодня ее делаем в двух модификациях. Первая – это со сменными большими батареями, вот поэтому это позволяет сделать и схема внутри, и дополнительный багажник. И второе мы еще делаем со своим источником питания, то есть там будет стоять свой генератор, бензиновый генератор, который может при отсутствии электричества еще ее заряжать полностью, но для этого надо время. Допустим, за 6-7 часов он полностью заряжает все батареи, и в саквояж входит этот двигатель с генератором, который есть. Таким образом, друзья, получается уникальное предложение, уникальная машина. Мы вам ее покажем, так что примерно, это еще зависит от сертификации, от все где-то первый квартал следующего года. Но что, друзья, сейчас мы предлагаем сделать, и это уже наше именно просумен построения бизнеса и то, что мы делаем нашим партнерам. Мы предлагаем сегодня тем, кто включается в нашу программу и начинает активно работать, скажем так, лидерам, которые будут делать обороты. Ну, мы так прикинули, что примерная себестоимость этой машины будет в пределах там 600-700 тысяч рублей, то есть где-то около 10 тысяч долларов, это готовая под ключ машина. Соответственно, мы сейчас говорим не тот, кто инвестирует эти деньги. Нет, друзья, нам сегодня нужны партнеры, а не те, кто может выложить такие деньги. То есть тот лидер, который сегодня будет делать обороты своей первой, второй линии, то есть, ну, своей такой непосредственной структуры первые 10 тысяч долларов, ну, там 600 тысяч рублей, то мы будем на них выдавать первые сертификаты и, соответственно, первые 20 машин, которые мы планируем сделать вот за первый квартал следующего года, это, соответственно, уйдут нашим лидерам, как это не вознаграждение, друзья, а уйдут как результат работы построения структур, которые мы сейчас делаем. Зачем нам это делать? Друзья, мы все понимаем, это первые машины, это риск, это, может быть, технологические недоработки, могут вылезать типы, поэтому эти машины мы хотим отдавать своим партнерам, которые будут, во-первых, это будет U-Tech, это будет определенная раскраска, это будет определенная форма, они будут сразу визуально отличаться, то есть никто эту машину не спутает с никакой другой Нивой, это я вам, друзья, гарантирую. То есть когда вы будете видеть, вы будете видеть, что это электро-Нива, которая еще идет по каршерингу. Соответственно, те лидеры, которые будут сейчас подключаться, они первые получат эти машины, для нас это будет обратная связь, соответственно, при необходимости мы будем оперативно дорабатывать, менять машины, и в то же время, друзья, они сразу же пойдут в работу. Вот, и естественно, что я абсолютно уверен, что наши там и Андрей Сангарска, и Валера Головатюк, и там сам Игорь Хальзов, хоть он и на бензоботах, но во всяком случае генератор будет точно заправлять на своих бензоботах, а электричество получать бесплатно в сети. И все, кто сегодня в наших братских республиках, то есть все, кто получат эти машины, друзья, я уверен, что это будет для нас очень хороший пиар-ход, потому что практически по всем регионам и страны, и ближнего зарубежья разъедутся эти машины. Во-вторых, мы их проверим во всех климатических условиях. И третье, друзья, это будет понятно, что это результат реальной работы, когда люди подключаются к ЮТЭКу. Ну вот, друзья, так что я могу сказать, что те, кто будет первыми владельцами, а тут владельцы, друзья, это не совсем правильно сказать. У нас владельцев электронив не будет. Мы будем выдавать сертификат на безлимитное пользование, то есть в сети ЮНЭТ, то есть фактически это формирование новой сети ЮНЭТ, где будут наши первые электрокары, электромивы. Вы просто будете иметь фактически, как это языком интернета, безлимитное пользование. И, соответственно, это безлимитное пользование будет даваться. И чем это будет? Вероятно, что по мере того, как машины будут модернизироваться, это не то, что вы должны продать эту машину и купить новую. Вы просто, появляется в электрокаршеринге новая машина, вы просто пользуетесь безлимитно другой машиной, в какой бы вы регион ни приехали. Соответственно, у вас есть сертификат, то есть право пользования. Вы, соответственно, с сетью ЮНЭТ электрокаров пользуетесь в любом регионе, где есть эти машины. А так как я абсолютно уверен, что через год это будет практически в любом регионе и страны, и страны СНГ, а потом, наверное, еще и в мире, то здесь, друзья, я могу сказать, перспективы этих сертификатов, особенно Валера пишет, ведем понятие ЮНЭТер-испытатель. Ну, Валера Головатюк, он вообще, я его называю наш ЮНЭТерский код, потому что очень многие вещи, он об этой идее уже знает. Вот, поэтому тут я говорю, что уникально это я немножко, так сказать, как бы это. Естественно, что определенные вещи я уже проговорил. То есть, другое дело, что, опять же, что вы понимаете, это для своих, это команда единомышленников. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, на первых машинах могут быть косяки. Мы не, это самое, но эти косяки, они будут у своих, мы их будем тут же устранять, я уже об этом говорил. У нас команда как раз тоже талантливейших ребят, талантливейших инженеров, которые сегодня работают. И машина, я вам могу сказать, я тут ролик рассылал, где сегодня Нива ставит мировые рекорды по 2 секунды за 100 километров. Ну, там 1200 лошадей стоит двигатель внутреннего сгорания. Но сам по себе корпус, форма, она уникальна. Вот, поэтому, друзья, то, что сейчас будет вторая жизнь нашей Нивы, традицию которой уже 40 лет, и когда говорят, что российскому автопрому конец, нет, друзья, он как Феникс опять воспримет. И еще, я абсолютно уверен, по всему миру. А здесь как раз чем сейчас хорошо, что мы туда уже новую электронику, там систему обогрева, это уже там тоже делают уникальные ученые. То есть, эта Нива, я вам могу сказать, что через год наша юнайтерская Нива, ютековская Нива будет, ну, просто уникальной машиной, и она будет постоянно модернизирована. Как что-то новое будет возникать на рынке, вот в любом рынке, начиная от колес и кончая информационной системой, это сразу же будет попадать в нашу Ниву, и она будет всегда, как бы, таким уникальным автомобилем. То есть, ее, как бы, никто не делает с точки зрения, но она обладает всем самым новым. Вот, поэтому, друзья, это уникальная такая ютековская Нива, которую мы сейчас делаем, это электрокар, но опять же, еще раз я говорю, это с элементами, там обязательно будет бензиновый генератор, который будет всегда заряжать машину, это будет как резервный источник. Поэтому это все-таки не чистый электрокар, а это все-таки сейчас комбинированная система, но если сегодня комбинированные схемы идут с доминированием ДВС, то есть двигателя внутреннего сгорания, у нас будет доминирование электродвигателя, а, соответственно, двигатель внутреннего сгорания будет как резервный, либо дополнительный, который будет заряжать аккумулятор. Ну вот, друзья, поэтому мы сейчас будем, по мере того, как работать, эта программа только запускается, мы с вами сначала познакомимся с счастливыми обладателем первых сертификатов на пользование ютековских миф в сети Юнет, вот, а потом уже по мере их изготовления будем все вместе в онлайне следить и здесь уж как раз будем их просить в постоянные репортажи, включать, что, как машина работает, как, соответственно, здесь это все будет, друзья, в онлайне, и мы с вами даже испытания будем проводить все вместе, и здесь как раз полная открытость, друзья. Я уж не говорю, что все гайки мы будем прикручивать под камерами, потому что ребят, которые работают, они говорят, нет, давайте мы сначала сделаем, выкатим вам машину, вот, но опять же, друзья, это весь вопрос буквально нескольких там месяцев там после Нового Года уже начнем кататься, начнем испытывать, начнем это самое, начнем делать. Более того, я могу сказать, что мы их сертифицировать будем, каждую машину в отдельности просто как самоделка, есть у нас сегодня такая в законодательстве, конечно, мы не сертифицируем производство, а мы каждую машину сертифицируем как индивидуальное изделие, то есть я могу сегодня сделать электромашину и пойти ее поставить на учет с ГАИ, чтобы там прошел экспертизу тех, комиссия, которые есть. Вот мы по такому пути пойдем, а со временем, когда, конечно, будем увеличивать производство, будем уже, соответственно, промышленно это сертифицировать, но, как вы знаете, мою поговорку, которую любила очень моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем. Вот, и в этом плане, друзья, как раз электрокаршеринг, мы за это видим будущее, и как раз мы это объединяем, опять же, две производственные программы, как бензоботы и производство своей нефти, это у нас один проект, точно так же модернизация новыми, уникальнейшими двигателями, аналогов, которых в мире просто нет, и это действительно, ну, скажем так, такое открытие величайшего значения нашего времени. Так вот, мы это будем устанавливать на, опять, проверенных временем, который 40 лет выпускает. И здесь, знаете, что интересно, друзья, сколько не пытались сделать разных них, удлинить ее, сделать пятидверную, потом сделать ее совместно с американцами, назвать ее Chevrolet Niva, потом сделать счетом модификацию. Все равно сегодня пришли к Urban, то есть система, которая 40 лет выпускается, проверенная временем, классика, потому что это уникальная схема, которая отработана. Поэтому, друзья, мы здесь не изобретаем велосипед, мы берем уникальную проверенную временем машину и переделываем ее уже, модернизируем ее до электрокара, новые батареи, новая информационная система, там тоже, друзья, и интеллектуальное зрение, там будет все, все, что сегодня будет, и это будет входить уже в комплект. И, соответственно, следующий момент, мы не будем предлагать купить в собственность эти машины, мы их запустим по системе каршеринга, когда вы можете просто брать эту машину, пользоваться, и, соответственно, если вы ее возьмете на постоянную, вы считаете, вы ее купили. Если взяли, попользовали, взял кто-то другой, соответственно, это уже каршеринг. Это веление нашего времени, каршеринг за этим. Будущее – это то, что сегодня. Так, ну все, друзья, видите, просто сегодня такой большой объем интереснейшей информации, которую я хотел для вас, до вас довести, поэтому, Юрис, передаю тебе слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Ты у нас уже из машины, все как положено, так сказать. Как и динайтеры должны вести свои вебинары. Ты сейчас где, Юрис? Я сейчас в Юрмале, вот вышел с тренировки и не успел, поэтому с машины. Вот, обращаюсь к вам. Скажу так, прослушал вебинар, информация, конечно, я думаю, очень-очень даже интересная, и многим нашим партнерам эта информация понравилась. Что могу сказать? Что для наших лидеров первое, да, что мы сейчас этот промоушен готовим, значит, этот промоушен будет действовать до 31 декабря этого года, 2019 года. Нужно будет сделать кое-какой оборот. Личной и личного оборота, то есть не личного, а первой и второй линии оборота, и это даст возможность получить вам, ну, я уже не буду говорить сертификат, а реально на тест этот автомобиль, этот электрокар, о котором мы говорили. Что нужно знать про нашу Ниву? То есть Нива, она, как уже Сергей Андреевич говорил, это действительно, я могу сказать, это гениальнейший автомобиль советского русского автопрома, потому что его знает по всему миру этот автомобиль. Тем более я сам когда-то в свое время своими руками разобрал и сложил Ниву, делал, и я очень много могу рассказывать именно про доведение до ума этого автомобиля. Пока нету недоразумений. Сразу говорю, это не будет Нива та, которая сейчас приходит с конвейера. Это будет абсолютно доработанный автомобиль, совсем другой шумоизоляция. Не будет той раздатки, к которой мы привыкли теперь в Ниве. То есть не будет этой вибрации при скорости 90 км в час. Тормоза будут доработаны, гидроусилитель руля будет стоять электрический и рулем будет очень просто этим автомобилем управлять даже хрупкой девушке. А по своей компактности и проходимости, я могу сказать, это будет действительно уникальный автомобиль. Но по промоушену. Значит, промоушен это значит то, что 10 таких автомобилей у нас уедут в разные точки, могу сказать, СНГ, Европы или может даже и мира. То есть все зависит от тех лидеров, которые эти автомобили получат. И там вы будете проводить сами лично тест на этих машинах. То есть вы будете на них ездить, вы будете смотреть, как она себя ведет. То есть отправим в Новосибирск, посмотрим, при минус 40, как этот автомобиль будет двигаться, как он себя будет вести. Поедет в жаркие страны куда-то, да. И мы посмотрим, как она себя ведет. Что нужно доработать на следующих моделях, которые уже будут выходить как конвейерного типа производства. Но это все, естественно, занимает какое-то, будет закупать Нива, оптом, дорабатывать. Так, да, в принципе, мы будем их закупать оптом. Но до того, пока мы их будем закупать оптом, у вас будет уникальная возможность их тестировать. Но по большому я могу сказать так, что если у нас мы будем идти по плану, а это в многом зависит еще от бюрократических моментов, тогда мы к концу следующего года, ну, может даже раньше, мы будем вам вручать. Там ключа не будет, поэтому мы вам вручим, я не знаю, приложение, через которое этот автомобиль будет заводиться. То есть он заводится на кнопку. И так же, как и ваш телефон. Там ключа нет. Так что есть над чем поработать. Значит, по промоушену, точные условия промоушена на следующей неделе вы получите. Но подсказка. Значит, подсказка это такая, что надо первые 10 сертификатов на эти автомобили, надо сделать 10 тысяч долларов оборота в первых двух линиях. Первая, вторая линия. Я так, кто-то что-то пишет, поэтому прочитаем чат. Да, вот, Игорь. Так что вот минус 40, можно будет попробовать, можно будет и на рыбалку поехать, и действительно протестировать этот автомобиль. И этим же мы, как истинные юнайтеры, будем популяризировать и этот наш автомобиль. И не только, а еще и технологию, которая в этом автомобиле используется. То есть мы действительно сейчас настоящие юнайтеры, и это будут первые шаги по реализации этого проекта. Если мы говорим о том, что СМС это будет когда-то, то это прародитель СМСа. И он уже в ближайшем будущем будет готов и ездить на наших дорогах. Друзья, я думаю, что это хорошая новость. Это абсолютно реально. Это, могу сказать, автомобиль легенда. Просто не настолько распиаренный, как Mercedes Гелендваген, который по-своему тоже когда-то так же начинал. Это разработка 40-летней. Да, он просто Mercedes его доводит и ставит сумасшедшие двигатели и добавляет комфорта. Так мы тоже самое будем делать просто с нашей отечественной Нивой, которая компактнее, удобнее. Ну и как-то мне она очень близка и любимая машина. Так что, дорогие друзья, спасибо за сегодняшний вебинар. Сергей Анатольевич, спасибо. Если что, обращайтесь. Ну и дорабатываем все моменты. В чате у нас идет активная работа. А, еще хотел сказать. В скайпе у нас почему-то наш мессенджер пропал. Да, то есть, я не знаю, только у меня или у всех. У меня все пропало, у меня тоже, Юрис, да. Ну, значит, тогда его увели, кто-то другой хочет там работать. Тогда будьте бдительны. Если появляется какой-то клон нашего сайта, тогда не ведитесь на это, потому что это... Это ты про чат в скайпе говоришь? Чат в скайпе, да? Это про чат в скайпе, да. Поэтому мы... Заведем новый, да, Юрис? Да, будет на днях новый скайп. Ссылки мы дадим самым активным участникам того скайпа, который у нас был. То есть, мы с ними общаемся лично. И вы уже как лидеры будете добавлять ваших партнеров. Ну и мы этим выигрываем то, что у нас будет чистый, свой, опять же, скайп, в котором, надеемся, троллей будет меньше. Потому что есть, как говорится, люди, которые стараются что-то делать, а есть, которые хотят по-другому стараться или деньги зарабатывать, не знаю. Все. Друзья, спасибо. Передаю слово Сергею Анатольевичу. До связи. Спасибо, спасибо, да. Вот. Ну, я это сам просто еще раз акцентирую, что завтра в 20 МСК будет вебинар уже Юриса именно по партнерской программе, как работает, как что, то есть как увязывается программа кэшбэка, как идет распределение системы, то есть и, соответственно, вот это, ну, еще более подробно о наших этих электронивах, там, как это будет делать. Вот. Поэтому завтра подключаемся, делаем, смотрим. То есть я тоже, как всегда, в начале вебинара включусь там два-три слова, потом Юрис будет уже в выпуске. Поэтому, друзья, видите, так сказать, постепенно мы все вводим и мы будем все это делать, открывать и показывать. И здесь сразу могу сказать, что принцип, который мы сейчас закладываем, почему мы смело говорим, что электронивы – это сегодня очень эффективный бизнес. Потому что просто та математика, которая идет сегодня из комплекта, который мы покупаем без двигателя, без коробки, без распредки. Соответственно, ставим туда электродвигатели нового уникального поколения, добавляем туда уже возможности, которые есть в электронике, получается машина другого качества. И второй план, она сразу же идет в электрокаршеринг, то есть она с первого же дня своей работы начинает приносить прибыль. Поэтому, то есть не надо, что она купается там 10-20 лет, там и так далее. То есть это работа, которая начинается с первого дня эксплуатации машины. Поэтому будет у нас бегать две мнивы в электрокаршеринге, значит, они будут приносить одну прибыль. Будет бегать две тысячи, будет другую. Будет бегать двести тысяч, будет совсем другое. А что-то мне подсказывает, друзья, ой, как их много будет. И в этом плане, друзья, я еще раз обговорюсь, что мне когда сказали, и мы готовились к этой программе, я не просто так, опять же, как и с Игорем я присматривался, очень много смотрел. Я, друзья, пошел такой шаг, что я пересел реально на Ниву, вот, с Тойоты Камри новой, вот, и реально, так сказать, отъездил на этой машине. И сейчас уже много будем про нее говорить. Друзья, это уникальная машина. То есть за 40 лет я могу сказать, что наш автопром, мы об этом много будем говорить. Чего? Ну, сейчас я, скажу, приду и его накажу. Понял? Боянцы передравились пока тут. Вот. Так вот, это уникальная машина. И просто вот, комментирую сейчас чат, который идет. Друзья, я не мог поверить, вот просто сходясь с новейшей, очень классной машины, о том, что там нет гидроусилителя. То есть сделана такая уникальная схема по управлению, по тому, как она идет, что, да, конечно, там есть все недостатки, которые связаны с коробкой, с распредкой, со всем. Но это как раз то, что убирается в электрокарм. Все остальное, друзья, там, комфорт, электроника, там, вы не представляете, какие там начнут кто-нибудь. И почему мы как раз взялись за Ниву? Потому что давно уже как бы там, ну, чесались руки тут, неправильно сказать, а была куча разработок. И вот там, благодаря нашим венгерским партнерам, мы познакомились с группой ученых, которые разработают уникальные системы нагревания, которые делают волокна и могут там делать обшивку для руля, обшивку для сидений. Получается уникальная экономическая схема по обогреву. Они сегодня обогревают для РЖД вагоны, панели делают, там, еще, еще. Но как это применить, непонятно. Здесь же мы будем делать просто чехлы для кресел, чехлы для руля, и все это будет обогреваться. И система вообще обогрева в машине будет просто уникальная. И так, и так, и во всем. То есть, и по сути дела, так как Юрис уже сказал, что это начинается уже прототип. Мы будем делать смс, мы будем делать показы. И, кстати, вот тут вопрос, кто задал, что не думал, что на Ниве надо ездить в шлемах. Это после того, как был ролик, где Нива наша, Нива разгоняется за 2 секунды до 100 километров. Так вот, друзья, про шлемы это следующий вес. Если уж коли затронули, то будем говорить, что мы сейчас разрабатываем следующую систему уже интеллектуальной дополненной реальности, так вот она будет уже непосредственно в шлемах. И поэтому ездить в машинах в шлеме, это вообще более полезно, потому что по статистике более 50% при ДТП именно черепно-мозговые травмы. Поэтому вообще в машине в шлеме быть более полезно. Не зря все гонщики ездят в шлемах. Так вот, сегодня не ездить в шлемах, почему? Потому что, ну, прическу неохота портить там еще. Но с точки зрения, когда мы введем туда функционал, когда там будет акустическая видеосистема, и вся система получения информации у вас будет перед глазами в шлеме, таким образом, помимо того, что это будет и система безопасности, то есть вы находитесь в шлеме, и ваша голова защищена, и система акустическая, и система разговоров, и в то же время это дополненная реальность, когда вы видите и то, что происходит, и то, что вам дает система. И это, друзья, я могу сказать, уникальная вещь, но будем об этом говорить дальше. Все за один вебинар, друзья, рассказать невозможно. Единственное, можно сказать, что наша Нива, которую мы сегодня, электронива, ютековская Нива, я могу сказать на сегодняшний момент, и как я сейчас люблю повторять уже, Игорь Хальзов сказал уникальные слова, что мы не конкуренты сегодня никакой нефтяной сети, которая есть, мы другие. Мы просто создаем другую сеть с другими возможностями, с другими, сеть 21 века. Да, это сеть бензозаправок, но 21 века. Соответственно, то же самое. Мы не говорим, что мы создаем конкурент автомобилю Тесла, или конкурент той же Ниви традиционной. Нет, друзья, мы просто делаем другой автомобиль, ютековский, который объединит в себе все возможности, которые есть, и дальше он, как Лего, будет постоянно модернизироваться. Что-то появилось новое, он будет... И в каршеринге вы будете всегда иметь возможность иметь последний автомобиль. Вот и все. То есть вышло что-то новое в автомобиле, это появилось, вы этим пользуетесь. Вам не надо идти покупать, вам не надо продавать старый. И вообще, друзья, за каршерингом, это не то, что будущее, это уже настоящее, но это активно развивающийся. И в этом плане мы говорим, да, каршеринг – это тренд, электрокары – это тренд, но мы бы не были юнайтерами, если бы мы не давали что-то новое. В этом плане, друзья, модернизация сегодня, создание ютековской Нивы, электронивы, и создание на ее базе электрокаршеринга – это то, что мы создаем, это то, что будет бизнесом, и то, что будет создавать доходную часть нашего Юта, вашего инвестиционного пакета, и финансирование нашего стартапа, которого мы ведем. Все, друзья, на этом я считаю на сегодня аналогичный интерактивный шлем. Да, Валерий, абсолютно правильно. И опять же, это тоже технологии, которые в оборонке используются уже десятки лет, то есть эти шлемы, а сейчас мы их просто вводим в повседневную вещь, когда, одевая этот шлем, вы и безопасно едете в машине, это просто на порядок повышаете безопасность. И в то же время вы включаете всю интерактивную систему, систему выведения на экран, то есть, соответственно, вам не нужна никакая доска, приборная доска, никакие мониторы, все это у вас перед глазами, и все это функционально, и мы это введем в каждую машину, которая будет. Соответственно, там еще разрабатывается, и мы потом покажем уникальную систему сенсорного управления. Но это, друзья, все со временем, все, не все сразу, все сразу показать и рассказать невозможно, да и нет такой возможности. Поэтому, друзья, подсоединяйтесь к нашему проекту United Technology Industry, регистрируйтесь на нашем личном кабинете, регистрируйтесь на наших информационных ресурсах, следите за тем, что мы делаем, это будет и полезно, и интересно, и, я думаю, еще и с финансовой точки зрения, очень и очень ощутимо, с точки зрения уже вашей личной материальной информации. Вот, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Завтра вебинар с Юрисом уже будет непосредственно по промоушену и по партнерской программе по построению партнерской сети, профсументной сети, профсумент бизнеса, то, что мы сейчас делаем. На следующей неделе, во вторник, планерка с лидерами. В среду у нас вебинар с Игорем Хальзовым именно по проекту бензоботов и выстраивание именно сети краткосрочных и среднесрочных инвестиций. Ну и в четверг, очередной цикл, уже наш вебинар по именно всей экономике и всей работы инновационного инвестиционного бизнеса, который запустили мы именно как команда Unite Technology Industry. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. До новых встреч. Так, Юрис, тогда запись на Ютубе сегодня здесь.